ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Взрывается в стадион по адресу по улице Маяковского. 1-0 после не самых удачных действий, а скорее самых неудачных действий у защитников Борисовского БАТЭ. Отличается Евгений Шаговец. Посмотрим, как это было. Нерасторопные действия футболистов БАТЭ. Да, Ясо Туомин оказался неудачлив при выносе мяча из своей штрафной площади. И Евгений Шаговец оказался расторопнее всех и вогнал мяч. Все-таки ворот. Ну что ж, четвертая минута. Никто не ожидал без зуба. Минус даже явных опасных моментов не имел. Теперь Бахар классно принимает мяч. 2-0 Иван Бахар. Прекраснейшим образом разобрался Иван Бахар, обработав мяч. И пробив мимо Сергея Черника. 2-0. Ну это уже слишком, слишком классно для Минска и слишком неприятно для Борисовского БАТЭ. Десятая минута. Иван Бахар делает счет 2-0. Шестой мяч для Бахара в этом чемпионате. Разобивался Иван. Посмотрим, как же здорово обработал. Укротил этот пас Бахар и пробил мяч Мочерника. Классно. Здесь Борис Капитович был неудел. Как бы он ни старался помогать себе. Голкипера угол будет подача. Так и есть. На дальнюю штангу. Нет. 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 Положение вне игры. Мяч не будет засчитан. Так. Мгновенно оживилась трибуна. Конечно, хочется. Хочется интриги? Нет. Потому что... Лишь старт матча и такая команда, как БАТЭ, со счета 0-2 отыгрывалась не раз. Поэтому хочется интриги. Такое слово сочетание не совсем уместно. Просто хочется побольше забитых мячей, скажем так. Поэтому, собственно, трибуны активизируются при каждой опасности. Ну, так и должно быть. Футбол для болельщиков. Если они активны, если им нравится, значит, футболисты все делают так, как надо. Футболисты все делают так, как надо. Все было так стремительно и неожиданно, что ошибся я сперва. Но, да, именно Ярослав Яроцкий. Еще становится 3-0 на 19-й минуте матча. Кстати, этот мяч стал 400-м забитым мячом в рамках чемпионата этого сезона. В сумме. В сумме было сбито 400 мячей. Иванов. Да, почему сказал я, что Сазонщик? Потому что именно он направил мяч в сторону ворот. Ну, а в створ его уже переправил Ярослав Яроцкий. Да, в очередной раз не лучшим образом действуют футболисты линии обороны Батэ. Оказывается, не расторонно оказывают. Подача с угла поля Стасевич в центре штрафной площади. И здесь футболисты Минска опять. Всем любителям белорусского футбола на то, что все же получится, получится этот камбэк. На третий забитый мяч. И пока правая бровка полностью за ним. Остается чемпионство. Очередное для себя Брестскому Динамо. Главному пока претенденту. На создание конкуренции. Главное. Борьбу выиграть. Стасевич. Да, так ни с кем не перепутаешь манеру бега. Стасевича манеру работы с мячом. И сам себе на ход пробрасывает Игорь. Прекрасен Стасевич. Великолепно. Он действовал на фланге в матче с Астаной. И обходится, обходится для Минска. Да, великолепно. Дабы не тянуть время, дабы не обращать лишний раз на себя внимание. Но, конечно, не заинтересован Батэ в том, чтобы время тянуть. Мяч попал в руку. Попал ли? Вопрос, которым задаются сейчас болельщики Батэ. Вопрос, который задают сейчас Виктору Шимусику многочисленные футболисты Батэ. Это Яблонский и Стасевич, и Мукам. Но Виктор Шимусик решение уже принял. И от разговоров это самое решение не изменится. Право на стандарт зарабатывают футболисты Батэ. Лишь право на стандарт. Посмотрим, как это было. Мукам врывался в штрафную, отдавал передачу. И грудью сыграл Олег Савидзич. Сверхнадежный и сверхвнимательный. Мукам прорывается... Да! 3-1. Сумели футболисты Батэ. Один мяч от Китай. Станислав Драгун становится автором этого забитого мяча. Восьмой мяч для Драгуна в чемпионате. Восьмой мяч в 263-м матче в рамках высшей лиги, забивая Станислав Драгун. Ну что ж, уже интереснее. 1-3, если говорить правильно. 3-1, поскольку Минск сегодня хозяин. Это уже интереснее. Сейчас Батэ, конечно, побежит вперед. Батэ почувствует уверенность в своих силах. Батэ будет на кураже. Да, уже, конечно, болельщики возмущаются. Из-за того, что здесь вот ворот, именно Галкипер руководит всем процессом. Именно Галкипер оставляет футболистов. И он является самым-самым активным в этих эпизодах. Спиной к чужим воротам. Тратить время на то, чтобы его обработать. Бахар предлагает себя на Сибулин. Можно давать передачу Бахару, но решил пробить сам Иван. Лицом к чужим воротам. И раз за разом, как сказал бы Владимир Новицкий, обезмячивая нашего легионера. Капитович. Филиппович подработал под правую. Сделал подачу. Опасную подачу. Два, но... Второй мяч забивает Батэ. После прекрасной передачи Александра Филипповича. И забитого мяча Станиславом Драгуном. Счет становится 3-2. Драгун оформляет дубль. И это уже предопределяет нервную концовку для Минска. Смотрим, как это было. Подача с правой. Ничто не предвещало беды. Нет, не касался мяча Драгун. Дубаич стал автором забитого мяча. У Дубаича второй, четвертый мяч во втором поединке. Ну, отлично. Батэ, которые вне заявки на этот матч тоже представляют балканский полуостров. Ну, это рынок, на который скауты Батэ... Длинный пас прерывает Стасевич на Драгуна. Можно простреливать вдоль ворот. Не фиксирует мяч Артем Леон. Капитович является автором голевой передачи. Опаснейший момент. Отбиваться сложно. Все-таки нужно убегать. Контр-атаки, как и делают сейчас футболисты Минска. Выход один на один. Будет ли гол? Устоял на ногах футболист Минска. Но... Очень классная атака может развиваться. Ну, как же неаккуратен оказался Александр Васильев. И решил пробить. Да, уже силы на исходе. Конечно, теряют концентра... Уменьшается концентрация внимания. Сложно, конечно, все 87 минут матча.